В медицину идут люди, для которых лечить это призвание. По-другому здесь никак. Откуда и когда появляется у них желание носить белые халаты и быть первыми, когда нужна помощь? Наверное, это в крови. А еще бывает, что именно кровные узы рано или поздно объединяют братьев и сестер в здравоохранении. В больницах и поликлиниках Югры работают 34 двойняшки и близнецы. Зачастую выбирают одну и ту же специальность. С некоторыми из них познакомилась Леана Киямова. Когда отражение не только в зеркале, Ксения Ротарь готовится к смене. Пообщаться с сестрой перед тем, как принять пост, уже традиция. Именно в эти недолгие минуты близнецы могут обсудить личное. Дальше рабочие моменты. Пересменка – единственное время, когда сестры встречаются. В одну не работают. Но это и не важно. Главное для медсестер – в одном медицинском учреждении. Именно в сургутском психоневрологическом диспансере почувствовали единение. Потому что вместе. Изначально трудовая деятельность в медицине начиналась в разных медицинских учреждениях. Но сейчас уже как-то думаешь, что хорошо так все, что сложилось. Не секрет, что между близнецами существует особая связь. Они чувствуют друг друга на расстоянии и не могут разлучаться надолго. Так получилось и в жизни Ксении и Оксаны. В юности, признаются, даже сопротивлялись. Но теперь не разлей вода. Схожи не только от природы, но и прически, украшения и одежда. Форму мы выбрали одинаковую. Нравится. Нравится одеваться одинаково. Это уже как-то интересно даже. Раньше нам это не нравилось, когда мы были маленькие, в детстве. Очень не нравилось. Прям хотели принципиально отличаться друг от дружки. А сейчас прям нравится. Даже специально идем покупаем какие-то одинаковые вещи, чтобы выглядеть одинаково. Екатерина Тарароха – медицинская сестра ортодонтологии. Готовит кабинет к приему пациента. Помогает заполнять документы врачу. После школы вопрос о выборе профессии не стоял. Вместе с сестрой-двойняшкой Ириной окончили медицинский колледж. Теперь работают в детской сургутской стоматологии. Я старшая, но всего на две минуты, поэтому не особо такая разница. В медицину пойти, типа, вообще желание у обоих было. Ну, первоначально, с детства как-то. Мы как будто других профессий не знали в детстве, поэтому как-то не было такого рвения. Знали, что обе пойдем 100%, когда маленькие были. Екатерине и Ирине сейчас 22 года. Младше устроилась на работу позже и теперь всегда чувствует поддержку сестры. Я думаю, ну ладно, не обманет ведь. И пошла за ней. Хорошо, что она здесь помочь, может подсказать где-то. У нее уже тут опыт немножко есть. И она помогает там где-то. Вот это отсюда бери, это оттуда бери. Легко так, когда на одном предприятии. Несмотря на то, что молодые сотрудницы не близнецы, на работе их часто путают. Даже непосредственные руководители. При этом отмечают, что родственные связи в медицинском учреждении только приветствуются. Мы только за, потому что они же одно целое. Как можно разделить близнецов, двойняшек. Девчонки очень ответственные в работе. Они молодцы, что пришли именно вдвоем. Что они для друга. Поддержка очень большая. Это видно. Близнецы и двойняшки в здравоохранении не редкость. Они работают практически в каждом муниципалитете Югры. И очень часто выбирают одно направление на двоих. Например, есть среди них сестры-анестезисты, биологи, лаборатории, братья-массажисты. Леана Киамова, Игорь Батищев. Специально для программы «Больше чем новости» из Сургута.